Те, кто считал, что они там, в том миллиарде, те, кто посчитал, что они здесь сами как хотят, вот, и когда рассказывают, что вот это всё, Россию нужно разделить, Россия должна развалиться. Вы знаете, это так не совсем фантазия, это на самом деле формы такого руководства для служителей золотого миллиарда. Точно так же, как, о, со смехом восприняли, опубликовали, значит, тайны сионских мудрецов, письмена сионских мудрецов, помните это? И посчитали, ну, это всё ерунда, это всё выдумка. А потом поняли, что это публикация их в России, это инструкция для тем, кто в это входит, в эту всю систему, вот как надо действовать. Потом точно так же в начале девяностых публиковали Бзежинского «Великой шахматной доска» книгу. Я с такой радостью её взял, там, по блату продавалась в магазине, в книжном. Вот, с такой всё радостью прочитал. Выглядит всё как сказка, что, о, глядите, как они фантазируют. Всё, теперь установлено. Это была инструкция. Это была инструкция, как действительно всё развалить. Как вот у них пошло немножечко не по плану, потому что кто-то решил, что надо свече, а не голове быка послужить. И тогда что? И тогда вот это вдруг. Возникает история золотого миллиарда, где неким приверженцам вот этого золота говорят «Вы лучшие, вы особые, вы успешные, Господь вам благоволит, даже если вы не христиане, или если такие видимые христиане. И вы должны входить в этот миллиард». А как входить? Как ему послужить? Ну, слушайте, я вам только что зачитал. Я вам только что зачитал. Вот тут это всё уже описано. что здесь жертвенники их разрушайте, столбы их сокрушайте, вырубите священные рощи их и так далее и тому подобное. И при этом пойте, пляшите, издевайтесь над всем, надсмехайтесь над всем, особенно христианским. Это так больно видеть, что у нас на центральных телевизионных каналах постоянно идёт некое надсмехательство или рассуждение. Очень интересно НТВ, место встречи. Так тонко к этому подходит, прямо подбирает таких этих, но каждый раз выворачивает, что ну чё там христианство, это православие с этим патриархом. Не напрямую гад, а вот так вот. Вот умные да поймут, как говорится. Слышащий да услышат. И вот эта история с пропагандой золотого миллиарда, она не просто сейчас разговор или какая-то такая странная фантазия. Это инструкция. Это инструкция. И нас учат, как наших детей, как профанов, учат участвовать в плясках золотому тельцу. Очень интересно у нас там, в общем, самый большой у нас, то есть, плесуны, певцы и всё остальное. То есть, те, кто что хочет? Хочет послужить золотому тельцу, чтобы он им денюжки дал, чтобы они заработали. И естественно послужили или отдали эти денюжки туда, куда надо. Десятину-то помнят те, кому надо. Десятину помнят. Но ведь там есть ещё интересные вещи в этом же исходе. По-моему, в 35-й, наверное, или 4-й главе интересно, есть ещё одна вещь. Давайте я не буду прямо... Вы мне поверите, что я могу это найти. «Я даю вам святая мира», говорит Бог Моисею, «и называет, из чего его сварить. Там и смирно, там и корица, ну, прям конкретные. И пусть эта мира будет вашим благословлением на века. То есть, пусть оно у вас будет всегда. Кто же сварит подобное ему и будет мазаться, тот извержен из своего народа. Ну, извержен, значит, ещё и подвижит уничтожение. И как тогда воспринимать то, что у нас посвящение миром в христианство? Как это воспринимать? И очень просто, что таким образом либо ты отвергаешься от одного народа, всё, ты уже больше не в том народе. Но интересно была встреча отца Георгия Митрофанова с Бен Лазаром по телевидению, я сам слышал, где, оказывается, они сейчас напрямую выводят, что нет, христианство это продолжение Ветхого Завета только для неумных, для непосвященных, тех, кто вот не может понять Ветхий Завет и не принадлежит этому народу. Отец Георгий, к моему сожалению, прямо так согласился с этим. Так, что-то он мямлил, мямлил, а в конечном итоге согласился, что да, это примерно так и выглядит. Поэтому, дорогие мои, есть и другие богослужения Золотому Тельцу. Сейчас назову вам одно из самых страшных богослужений. Это жертва детьми. Жертва детьми. Смотрите, в греческой мифологии он под видом Минотавра, Молох, выступает. Помните, там пещера, нити Рианды и Минотавр это такой с головой быка человек, которому каждый год приносили детей в жертву, а раз в 9 лет приносили юнош и девушек. Семь юнош и семь девушек. Бросали в эти пещеры и он там съедал. Что нахранял? Он там золото хранял. Эти удивительные истории о загадочном острове Крит и его легендарном правителе Миносе мне рассказали в столице Греции в Афинах. Мы же поговорим о другой версии. Минотавр монстр с телом человека и головой быка. Вот это уже интереснее. Появилось это чудовище из-за проступка того самого царя Миноса. Хочу отметить, что служение богам в древние времена предполагало множество жертвоприношений и других ритуалов. Так вот, Минос, вместо того, чтобы принести жертву богу Морей Посейдону, в жертву предназначался бык, решил оставить этого быка себе. Разгневанный владыка Морей Посейдон заколдовал жену Миноса, что привело к тому, что сын у царя родился не простой, а с головой бычьей. Помните Корнотавра, да, плотоядный бык? Так вот, Минотавр, бык Миноса. Раздосадованный царь не знал, что делать с чудищем и поэтому обратился за помощью к известному архитектору по имени Гедал. О нем я обязательно расскажу подробнее в одном из следующих выпусков. Чтобы тот построил лабиринт тюрьму, дабы заточить в нем своего сына Минотавра. Афины же, провинившиеся перед критским царем Миносом, во избежание войны должны были ежегодно поставлять семь юношей и семь девушек для питания ужасного быка. Вот тут-то мы и перенесемся в Афины. Огромный корабль отплывает от Афинского порта по направлению к острову Крит, облаченный в паруса черного цвета. Греческий герой Тесей, сын правителя Афин Эгея, решает уточнить причину черных парусов. Получив страшный ответ, герой решает отправиться на одном из таких кораблей, чтобы убить Минотавра. Тесей упрашивает своего отца отпустить его вместо одного из юношей, уготованных для жертвоприношения и договаривается с отцом, что если он победит монстра, то по возвращению паруса на судне будут белыми. Если же нет, тогда останутся черными. Теперь давайте переместимся обратно на остров Крит. Корабль прибывает на остров и перед тем, как отправиться в страшный Критский лабиринт, наш герой Тесей знакомится с Ариадной, дочерью царя, и что бы вы думали? Да, влюбляется в нее. Узнав о намерениях Тесея победить ужасного Минотавра, Ариадна вручает ему волшебный клубок. Все верно, из Критского лабиринта нереально выбраться живым, ибо сконструирован он был так, что дорогу назад найти просто невозможно. Однако, благодаря ценному артефакту, Тесей не просто победил Минотавра, но и нашел дорогу обратно. Существует множество толкований. Это слово очень популярно, когда речь идет о мифах и легендах. Толкование это не что иное, как версия, вариант, развитий. Так вот, существует множество толкований о том, как Тесей победил чудовище. Кто-то говорит, что Тесей был настолько могуч, что сразил Минотавра лишь одним ударом кулака. Другие же наоборот, что схватка длилась несколько часов. Так или иначе, ужасный бык Миноса был повержен. А греческий герой успешно нашел выход из злосчастного лабиринта. Вроде бы и все. Чудовище повержено, герой жив, но как бы не так. Ариадна, влюбленная в Тесея, отправляется в Афины. Однако Ариадна должна была стать женой одного из греческих богов, и Тесей совсем не входил в их планы. Дионис, а именно его женой должна была стать Ариадна, потребовал от Тесея, чтобы он оставил ее. Но Тесей был упрям и не послушал. Разгневавшись, боги наслали на героя проклятие, которое заставило его забыть об обещании данному отцу. Да, он забыл сменить паруса с черного цвета на белый. Эгей, отец Тесея, увидев галеру с черными парусами, подумал, что сын его погиб, бросился от горя в море, которое впоследствии назвали Эгейским. Так вот, это жертва приношения детьми и людьми у служения золотому тельцу считается одной из главных. Одной из главных. То есть, не просто ты время свое и значит, деньги свои тратишь на то, чтобы ему служить, а главная жертва детей. И знаете, какая самая главная жертва, которую практически все мы приносим? Догадайтесь, практически все семьи в России к ней причастны к этой жертве золотому тельцу. Ну, догадались? Отец Дмитрий Смирнов об этом высказался. Прощает ли Господь аборты женщинам, если они соответствующие покаяния приносят? Вот мой вопрос, собственно. Разумеется, да. Но за более чем 30-летнее священническое служение я встречал такое покаяние раз пять. А сами понимаете, с таким грехом приходили тысячи. Вот, собственно, и все. А так, конечно, человек раскаялся, и он шутку раскаялся. Это он стал другим человеком. Павел Кноутцев, именно в контексте этого греха, вот что вы назовете, какой пример истинного покаяния? Ну, а что значит пример? Ну, вот я видел, что человек очень глубоко, очень серьезно изменился и почувствовал свой грех, пережил его как грех. Потому что обычно как говорят, ну что ж, так получилось, ну что ж, время вот было такое, или там, ну еще... Глупое было. А? Глупое было. Глупое было. Там, мама посоветовала. Ну, всякие такие, как будто мы на суде. Это человек сразу включает оправдание, как будто я кого-то в чем-то обвиняю. Вот обычно вообще с покаянием у нас большие проблемы. И мне показалось, что с этого у него начались большие проблемы. Ну, в общем, это главная жертва это аборты. Аборты. Посмотрите причину абортов. И причина номер один. Семье трудно будет жить. Как воспитать еще одного ребенка, поскольку воспитывать детей теперь дорого. То есть детей убивают ради сохранения денег или получения себе успешной жизни, легкой жизни. Мне некогда им заниматься, я должна еще на работу пойти, я должна капитал сколотить, я должна обеспечить будущее детей. А вот когда все произойдет, тогда уж я в общем-то поимею. Сбежала Ксения и Собчак. Помните какая это одна из таких выступивших против детей когда-то? А потом родившие ребенка. Родившие потому, что у нее израильский паспорт, ее признали все-таки еврейкой. А у евреев если нет детей, то ты проклятый человек. Поэтому они могут выступать против детей, но не рожать никак нельзя. Поэтому она, на мой взгляд, родила, но вот она то себя точно к золотому миллиарду приписывала. И у нее вот это разговор, что деньги главное абсолютно ее не смущал. Надо на сцене порнографию или что там будем, ладно, не порнографию, это обвинение уже в уголовном преступлении, но эротику. Пожалуйста, надо подсмеяться над церквью, надо же послужить, посмеяться над церквью, а мы в гробу приедем. И этот священник, служитель золотого тельца, получивший огромные деньги, как я услышал, за то, чтобы он сделал все то, что они хотели, сделал все, что хотели, над церковью посмеялись, над церковью подоздевались, и все, и так достаточно часто происходит. Поэтому, дорогие мои, когда вы идете на очередной аборт, или слышите, что кто-то собирается сделать аборт, к вам придет дочь спросить «Мама, как ты думаешь, я сделаю или нет?» поимейте в виду, что это жертва молоху, жертва сатане, жертва золотому тельцу, и вы, когда говорите «Да, дорогая, иди, делай, зачем тебе лишних детей?» вы ее отсылаете от Христа к молоху, вы соучаствуете, тем более, когда сами это делали. Но у нас есть чин, как по незнанию своему, там же в этой молитве, я сто раз эти молитвы читал над женщинами, вот раньше-то, конечно, были очень большие испытания, 25 лет она не должна была причащаться, много лет сидеть у храма, а в храм не входить и так далее, то есть, сейчас-то это все упрощено, упрощено да нельзя, больше того, действительно, государство платит за аборт, это входит в систему МС, те, кто говорит, что надо перестать государственные деньги за это, они просто поощряют другие деньги, найдутся те, кто с золотом у тельца служа, найдет эти деньги и даст эти деньги, это или в кредит ей сделает все аборты и закабалит ее на всю жизнь, закабалит. Так что, дорогие мои, будьте внимательны и с чего начинал, с того и тем и закончу. А какое же главное-то дело для того, чтобы выйти из этого состояния, перестать служить золотому тельцу, оно прописано в заповедях Божьих и первая заповедь Бога Адам, а Христос приходит как Новый Адам для того, чтобы эти заповеди вернуть, чтобы человечество начало в конечном итоге эти заповеди соблюдать. Помните первая заповедь какая была? Вам буквально зачитать или просто на словах сказать. И благословил их Бог и сказал им Бог плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю и обладайте ею и владычествуйте над рабами, над рыбами морскими и над птицами небесными и над всяким животным присмыкающимся по земле такова была первая из заповедей данной Богу Адаму и Евея. Вот ведь как. Ну, интересно, что Ветхий Завет перевел эту заповедь только для святаго народа, то есть а Христос открывает эти заповеди всем, Он всем народам. При этом что-то происходит такое в человечестве, что оно действительно вдруг начинает плодиться и размножаться, что прямо там рост геометрический пошел. Если ученые говорят, что до Христа примерно сто миллионов было населения на всей земле, на всей земле, во всех Америках, во всех Африках и так далее, то сейчас-то 7 миллиардов, 7 миллиардов. При этом у нас нашелся ученый, тот же Сергей Капица, утверждал, что хватит населению тех ресурсов и богатств, которые у него есть, даже если оно удвоится, то есть при нем это было еще 6 миллиардов, удвоится 12 миллиардов и он выстраивал, у человечества хватит и поэтому те, кто говорят, что не должны размножаться и к сотому году должно быть 2 миллиарда на земле, на мой взгляд, это просто фашистующие, вот это настоящая фашистующая теория, где вот мы-то с вами списаны, мы списаны, мы с вами те, кто в золотой миллиард, ну никак не может никаким образом попасть, у меня в доме, например, нет ни одной золотой вещи, мы даже свои кольца супружеские через год супружеские продали и уехали в Крым отдыхать на эти деньги, а так нет золотой вещи, ни одной, ни церковной нет ни одной золотой вещи, меня все время спрашивают, вот там крест у вас, меня один в троллейбусе, едем вдвоем, ночь, он такого тюремного вида, раз меня так за крест, что крест-то золотой батюшка, я говорю, нет, как нет, золото же, я говорю, нет, это амульгамма, ну, как-то там называется, какой-то, в общем, это просто похоже, но после таким золотом мы с вами увидели, как купола покрывают и все остальное, вот, а то ведь заберу, я, конечно, струсил такой, а то заберу, я говорю, бери, он дешевый, я еще такой себе куплю, а я ведь, батюшка, мог тебя сейчас вообще обокрасть, я ведь вор, и вот он мне начал, какой он вор, как мог быть, я говорю, я тебе отдать могу, кошелек тебе отдать, я достал кошелек, так открыл, а там ничего нету, у меня всегда ничего нету, вот, и он говорит, да, батюшка, а я думал, ты в золоте купаешься, раз в церкви служишь, я говорю, как я могу, я в деревенском храме служу, ну, вот он-то не помог, иногда мне помогали такие люди, присылали через кого-то денежку, или сами приезжали, у меня достаточно много разговоров всякими с ворами были, а нет, но я-то вот чётко понимаю, что если ты ввязываешься в погоню за золото, то ты служишь уже не Богу, ты служишь уже золотому тельцу, и когда ты в конечном итоге находишься вот в этом, в отверженном народе, который мои, получается, дети, внуки, там, или кто, то есть они определились как, вот в этих народах живут, там у них сад, как высказался там этот, они к золотому миллиарду себя присчитали, а эти-то вообще не должны жить, и вот как только осознаёшь, как люди дошли до такого, что вот эти вот вообще не должны жить, что всё там разделить нужно, что всё к нам, что за, и это и это вот то, та идеология, которая на самом деле у некоторых выведена ещё и от Моисея мы с вами начали с того, что, ну чё, каких-то лишних, каких-то глупых можно и прорядить немножечко ряды, вот ведь как, вот как нас с вами вывело вот этот вопрос «не убей» на большой разговор о том, что мы должны сохранить человечество. Господь пришёл, Иисус Христос, как новый Адам, вернуть те заповеди, которые Бог дал Адаму и дал свои заповеди, но пришёл как Спаситель всему человечеству. Это не значит, что все должны стать христианами, это никак. Будет рассказано всем, что такое Христос, но в любом своём состоянии или Богослужении люди должны сохранить человечество для того, чтобы в конечном итоге стать человечеством любви, чтобы кроткие наследовали землю, чтобы миротворцы назвали сынами Божьими и всё остальное. Поэтому осознайте в себе, кому вы служите сначала перед тем, как стать верно делами. Поймите, ради чего вы это дело делаете, кому оно будет посвящено. Вот этой свече Пикассо, Христу или Болоху, Тельцу Золотому. Что у вас появится на этой картине жизни, которая всегда перед Пикассо была как пустая рамка. Вот такие вопросы. И мы будем эти вопросы обсуждать. Приходите на канал, подписывайтесь на канал, помогайте каналу, потому что без вашей помощи действительно ну выживем, конечно, но будет труднее. Поэтому здоровья вам всем, радуйтесь, веселитесь, ну уж там не пляшите перед Золотым Тельцом и не пойте его. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok